Саратовские общественники за увеличение материнского капитала. На заседании общественной палаты обсудили несколько новых законопроектов. К примеру, речь идет о предложении внести поправки в закон о материнском капитале. Если изменения будут одобрены, то сертификатом можно будет оплатить не только жилье и образование, но и покупку отечественного автомобиля. Правда, такой законопроект саратовские общественники не поддержали. Зато проголосовали за поправки, касающиеся увеличения материнского капитала до полутора миллионов рублей, но за третьего ребенка. Хотя представители общественной палаты не уверены, что изменения одобрят в Госдуме. Есть только сомнения в том, что это будет принято и реализовано с точки зрения самой суммы. Потому что с точки зрения его продления были обращения к президенту России Владимиру Владимировичу Путину, к премьер-министру Медведеву, и как бы вроде отношение нормальное. А вот полтора миллиона – это неподъемная, на мой взгляд, сейчас сумма. Рассмотрели общественники, готовящиеся к обсуждению антиалкогольной законопроекта. Он касается полного запрета на продажу в регионе слабоалкогольных напитков. Проект лоббировали сами общественники, но он, по их словам, пока не находит должного отклика. Документы вернули на доработку с десятками поправок. Я считаю, что просто от нежелания я работаю скрупулезно над этим законодательством. И, в общем-то, я и услышала это, что на нас могут в суд подать, это может быть мертворожденный закон, и так дальше, и так дальше. Это все, на мой взгляд, совершенно неправильное обоснование. Мы отступаем на один шаг и предлагаем не отдельный закон, а предлагаем, опять же, внести изменения в то законодательство, как здесь сформулировано, которое есть. Еще один региональный законопроект – обведение официальной должности уполномоченного по правам предпринимателей. Сегодня этот пост занимает Максим Фатеев, глава торгово-промышленной палаты Саратовской области. Делает он это на общественных началах. Сегодня речь идет о создании регламентированной государственной должности. Так бы мы работали и дальше, но стала необходимость приведения нормативной второй базы Института бизнес-будсменов в соответствии с федеральным законодательством. Есть федеральный закон 78 ФСД об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации, согласно которому регион может, в регионе может быть учреждена должность бизнес-будсменов. Если должность будет официально введена, на содержание аппарата нового уполномоченного нужно будет выделять 3 миллиона рублей в год. И почти 2,5 из них пойдут на зарплату самому омбудсмену. Общественники считают сумму необоснованной, тем более, что Максим Фатеев и на общественных началах справляется с проблемами предпринимателей неплохо. Поэтому такой закон считают лишним.